Всем привет, на связи Кайс, это Бульвар Депой, и это 3032 серия Пути Бомжа на таком проекте, как Блэкраша. Серию мы начинаем с очень хорошей новости, потому что сегодня я буду продавать свою блатную симку, наконец-таки это 4 четверки. Эту блатную сим-карту я купил очень давно, я даже не помню когда, и знаете, ребята, я думал то, что ее вообще никто не купит, но наконец-таки нашелся покупатель, который мне сам написал и сказал то, что ее купит. Как раз-таки сейчас я направляюсь к его дому, чтобы заключить сделку о продаже этой симки. Так, я его уже вижу, он стоит в скине администратора, и он владеет самым лучшим бизнесом, это техцентр. Он мне пишет о том, что сейчас будет подключать фрапс, но зачем ему фрапс, если мы будем проводить сделку в аукционе, я вот этого не пойму. А, ребята, я кажется понял то, что он хочет через трейд эту всю сделку провести, но нет-нет, мы будем в аукционе это все проводить, поэтому сейчас с ним бежим в машину и поехали в аукцион. Но пока мы едем, я вам хочу напомнить то, что я устраиваю конкурс, где 1 лайк равняется 1 донату. То есть сколько лайков вы наберете под этим роликом, столько доната я и разыграю. Условия конкурса, поставьте лайк, подписаться, ну и написать комментарий. И помните, чем больше комментариев вы напишите, тем больше шанс того, что вы выиграете. Но победитель прошлого конкурса находится в моем телеграм-канале, который ты можешь найти по ссылке в описании, подписывайся обязательно на него. Уже подъезжаем к аукциону, входим в этот самый аукцион и вводим команду менюшки аукциона. Вхожу в менюшку продажи и главное сейчас не напутать и выставить именно эту симку, потому что у меня еще имеется 4 двойки. У меня вообще сейчас имеется 3 сим-карты блатных, поэтому лучше бы не перепутать сейчас. Ставим ценник продажи, он у меня будет 160 миллионов, но буду я ему продавать за 180. Ибо если я поставлю 180, то ему придется ставить еще больше, чтобы перебить ставку. Что-то у меня ничего не получается, не могу выставить за 160, но я походу понимаю в чем проблема, потому что тут стоит ограничение. Я чуть ли не забыл то, что нужно сначала провести договор с ним, а потом уже выставлять сим-карту, вот это я тупанул. Поэтому сейчас пишем договор о продаже, я продаю тебе сим-карту 4 четверки за 180 миллионов, верно? И вижу то, что он пишет, да, верно, поэтому погнали выставляем. Выставил на аукцион свою сим-карту блатную и остается ждать, пока он поставит ставку. Ох, как он быстро ставит, 180 ставка уже стоит, и интересно, сколько придет мне с этой ставки, потому что там еще комиссия какая-то будет. Кстати, если же ты еще не скачал игру на свой андроид или айос, то по дум, ссылкам в описании ты можешь скачать на любое устройство. Зайти на сервер чока, где я и играю, и ввести тут промокод Депо, который тебе даст новый гелик из кин Моргенштерна. Ну а пока идут 3 часа до окончания ставки, нужно бы заняться своими повседневными делами, а именно заняться семьей. Чище объявление то, что моя семья заняла топ-1 и топ-3, вот это красавчики. Склад у нас по деньгам переполнен в семье, мы его сейчас очистим. 30 миллионов семейного склада я по-быстренькому снимаю. Вижу в чате то, что у меня випка платинума закончилась, но ничего, сейчас скупим. Захожу в донаты, покупая випку на... не, не 30 дней, на 3 дня. Решил поехать в город Южный, и какой-то полицейский мне накинул звезды. Ну и для чего ты так сделал? Может ты их снимешь? Через некоторое время, прикиньте, ребята, он снимает. Нифига себе вот это поворот. Захожу в менюшку аукциона и смотрю бизнесы, чтобы не профилонить какой-нибудь дорогой бизнес. А это у меня было уже такое. А тут, собственно, профилонивать нечего. Тут ларьки, закуски, они мне не нужны. Посмотрел еще транспортную компанию, СК, и что-то вообще ничего не имеется тут. Я совсем забыл то, что сим-карту-то я уже продал, и мне пришло в ревард 171 миллион и 180 миллионов. То есть у меня 9 миллионов комиссия отняла. Это вообще не печаль, я ее брал за 150 миллионов, и считайте то, что я в плюсе. Залетаю в банк, чтобы оплатить свои штрафы и бизнесы. За 6900 рублей я оплачиваю штрафы, это только потому, что в Южке стояли радары. Ну и я оплачиваю свои бизнесы до 30 дней, то есть 2 дня я прибавляю плюсом. По пути я встречаю участника своей семьи, который мне пообещал подарить подарок. И этот подарок это казахстанские номера Полублат, кстати. Устроил в своей ТК денежный конкурс, и вы только посмотрите, ребята, существенно онлайн прибавился в моей ТК, и люди начали работать. Если же вы тоже хотите поучаствовать в этом конкурсе, то просто приезжайте в Батырево и вступайте в ТК Депо, я вас всех жду. Вечером я спокойно выполнял квесты, и мне пишет администратор о том, что у меня софты в семье, и мне должен написать тех специалистов. Вот это нифига себе, я даже об этом и не знал. После релога я вижу в чате то, что забанили, видимо, нашего человека, потому что у него приписка Бульвард. И, видимо, то, что администратор как раз таки про этого читера и говорил. Тем временем я делаю последний квест, это расклейка листов, и всё, ребята, все квесты у меня сделаны. 100% финки у меня на завтра обеспечено. После выполнения квестов я смотрю опять в чат, и тут забанили человека с моей припиской Бульвард, и его забанили за чит также. И я так предполагаю то, что все эти люди заходят в мою семью и включают в себе чит, чтобы меня слить. Хочу огорчить, кто это делает, у вас этого не получится, поэтому даже не старайтесь. Но на следующий день я отправляюсь в авторынок, потому что мне опять захотелось купить машин, да и баланс у меня такой существенный, 600 миллионов. Подъезжая к авторынку, захожу в высокий класс, и мельком глаза я заметил то, что там 17 машин, это хорошо. Сразу вижу то, что 4 машины стоят в ряд, но я смотрю, тут мне ничего не нужно из этого. Поэтому бегу к основной кучке, и тут уже поинтереснее. Лексус, Рэндж Ровер, вот из этого мне что-то и нужно, как раз таки сейчас порасспрашиваем. Мне больше симпатизирует Рэндж Ровер, поэтому у него первого и спрашиваем ПТС. Принимая ПТС, смотрим, тут 2000, грубо говоря, пробега, спорт, прошивка, но сейчас порасспрашиваем у него по ценнику. Как же тут очень много народу вышло, ребята. Всё, вижу то, что он написал 13 миллионов, сейчас попробуем у него сторговаться. Предлагаю ему 12 миллионов 500 тысяч, сейчас посмотрим, что он на это скажет. 12 миллионов с половиной, и комка гоу. Комиссию так-то я оплатить смогу, поэтому гоу покупать этот Рэндж Ровер. Ещё тот человек на Лексусе пишет, депо бери Лексус. Ну сейчас я куплю Рэндж Ровер, и к тебе как раз таки подбегу. Продавец Рэндж Ровера мне напомню то, что у меня загружено сейчас Кавасаки, мотоцикл Кавасаки. Поэтому его нужно выгрузить, потому что он не сможет мне продать без этого. Кидает мне предложение о продаже, и смотрю на ценник, он мне кинул 15 миллионов 700. Это чё там, 200 тысяч комиссия, не понял. Вроде бы там меньше комиссия должна быть, не 200 тысяч, а где-нибудь 100 тысяч. Ты чё мне кидаешь-то? Ну и где-то пару секунд мы с ребятами ему говорили, что там комиссия 125 тысяч. И в итоге он мне кидает уже Рэндж Ровер с правильной комиссией. Теперь уж покупаем. Депоин, Зевер, не забыл про них. Ну я так и сначала и подумал, что номерные знаки он мне не хотел отдавать, потому что они у него такие хорошие. Пытаюсь я вообще как-то подойти к багажнику Рэндж Ровера, чтобы снять номерные знаки, но мне какой-то дебил мешает, понимаю. Ну сейчас я тогда напишу в репорт, чтобы они проследили за этим человеком и отправили его на Гавайские острова. И у меня до сих пор ребята продолжают давить, хотя я ему сказал то, что я в репорт написал, сейчас тебя откину. И это, кстати, тот человек, который просил меня купить у него Лексус. Ну теперь я точно у тебя ничего не куплю. Смотрю в чат и его наконец-таки посадили в тюрьму, гудбай. А теперь вот наконец-таки вот так спокойно я подхожу к багажнику Рэндж Ровера и снимаю номерные знаки. И передаю тому человеку, который мне продал эту машину. В багажнике, кстати, он тоже много чего забыл, но мне кажется ему это всё не нужно, поэтому пофиг. По-быстренькому на этой машине я доезжаю до Сталин-центра и перекрашиваю её в красный цвет. Всё, отлично. Выезжаю с города Южный и тут встречаю второй Рэндж Ровер с нашей семьи. Теперь у нас получается два Рэндж Ровера будет. Иду вторым подходом на вторую машину во вторынок. Вижу белую Ешку, от неё быть честно я не отказался. Спрашиваем ПТС. По пробегу у неё 5000 бега. Ну не такая заезженная тачка, это уже отлично. Спор, прошивка. Вот это прям зачёт. Я бы её взял, главное, чтобы он не назвал оверценник и вообще не был перекупом. Спрашиваю, сколько? Он пишет, твоя. Что моя-то я вообще не понимаю, цена что ли? Если он имеет проценник, то честно говоря, я не знаю, какой ценник этой Ешки, поэтому спрошу у своего заместителя, он точно знает. Я, конечно, в этом не уверен, но, надеюсь, знает. Заместитель моей семьи чё-то молчит и мне не отвечает вообще, какой ценник этой Ешки. Мне кажется, пока он думает, сейчас этот на Ешке уже уедет отсюда. Чё-то это типок на Ешке какой-то странный, я у него спрашиваю ценника, он просто-напросто уезжает. Ну и предлагаю я ценник за эту Ешку 7 миллионов 800, допустим. И как я понял, по его сообщению, он с этим согласен. Ну что, покупаем. Напишите в комментарии вообще, я предложил нормальный ценник за эту BMW или нет. Он мне кидает предложение продажа, получается то, что у меня будет теперь 2 Ешки в семье. Нормальный у меня такой закуп, потому что теперь у меня 2 Ешки и 2 ренджровера. Этот человек тоже попросил у меня номера ему своей отдать, которые он забыл снять с машины, ну чё, передаём, мне не жалко. Написал он мне то, что хочет купить у меня скин администратора за 120 миллионов, это как бы нифига себе скин администратора продать за 120 миллионов, это сказка. Всё абсолютно так же я проделываю с этой Ешкой и заезжаю в Сталин Центр, крашу её в красный цвет. И закидываю Ешку на второй ранг в свою семью. Ну а на этом мой ролик подходит к концу, всем огромнейшее спасибо, кто досмотрел его до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и конечно же пишите комментарии, которые я все абсолютно читаю. Ну а с вами был как всегда Бульвар Депо, всем до скорых встреч, ребята, всем пока-пока.